Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Виталий Малышев ревнует Алису Литинскую к Сергею Захарьяшу. Саша Шева, которая сейчас в паре с Сергеем, тоже не нравится переглядывание парочки. Лилия Четрару покидает остров любви. Ей там тяжело оставаться после расставания с Сергеем. В сети обсуждают скрин одного из последних эфиров, на котором видно, что на острове Лилия очень сильно себя запустила. На этом кадре она с неухоженными волосами, без косметики, в бесформенном купальнике. Саша Черно разоткровенничала себя лично. Она вспомнила о самых экстремальных занятиях любовью с Иосифом Аганесяном. Она сказала, что лишний вес никак не влияет на интимную жизнь, никаких неудобств она не испытывает. Иосиф любит разнообразие. И поэтому ребята занимались этим в самых разных местах, в душе, на природе, даже на лобном. Для Саши же это было очень дико. Проект покинула новенькая Наталья Исеева. Она приходила к Диме Талыбову. Причина ухода – неотложные дела в Ташкенте. Юлия Кудря написала пост про свою бывшую подругу Александру Суховерхову. Девушки дружили с пятого класса. Саша оболгала Юли на всю страну, заявив, что у нее было девять парней. «Я тоже много, что про нее знаю», – пишет Юля. Майя Донцова поддержала Рома Гриценко, который остался на поляне без своей половинки Лизы Триандефелиди. Ребята сходили в кино, отдохнули и повеселились. Вика Романец сообщила своим поклонникам, что не смогла взять фамилию Антона Гусева после свадьбы, из-за того, что Женя Феофилактова до сих пор носит фамилию бывшего мужа. Женя сразу же отреагировала на это заявление. Оказывается, она давно уже вернула себе девичью фамилию. И даже сразу после развода она отправила Антону скан новых документов. «Так что Вика может спокойно брать фамилию мужа», – заявила Феофилактова. Ольга Бузова готовится покорить Германию. 2 октября состоится ее первое выступление там. Ольга уверена, что ее ждут в Германии и хотят слышать ее песни. Анастасия Волочкова прошлась по фигуре Ольги. По фото Бузовой в одном из сообществ, Настя оставила комментарий с вопросом, где поклонники увидели у нее женственные формы. Бывший муж Ольги, Дмитрий Тарасов и Настя Костенко отметили 9 месяцев отношений. Нелли Ермолаева открыла свою студию по наращиванию ресниц и коррекции бровей. Она организовала фотосессию со звездными гостями. Михаил Терехин, который теперь работает адвокатом, пожаловался на угрозы, которые поступают в адрес его сына. Так реагируют родственники человека, который с помощью Терехина получил 7 лет строгого режима, причем абсолютно заслуженно. Он не ожидал, что его новая работа будет настолько опасной. Ксения Бородина ответила на многочисленные вопросы подписчиков. Она объяснила, почему не ставят своим детям прививки. «Привитые дети болеют гораздо чаще», – пишет она. «Почти все мои подруги своим детям тоже не делают прививки. Я делаю так, как подсказывает мое сердце». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...